ГРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР. ММ КЕ. ММ. Ольги Сирг... ВЫ ЗРЛГУУУУУУУУУУ- Это было 22 февраля 1994 года. Отдел работал в правом крыле зала вылета. Вот здесь непосредственно. Ко мне обратился сотрудник милиции. Мы с ним не были знакомы. И задал вопрос, что у него родственница выезжает в Германию, сколько ей можно вывезти матрешек и на какую сумму. Возникло ощущение, что он меня задерживает с чем-то. Я прошел по линии таможенного контроля. И каждому инспектору сказал, что будьте внимательны на Европу. Особенно на Германию. Прошло немного времени. Подошел мужчина. Впоследствии это оказался гражданин Якобсен. За ним стояла телега. Около телеги с той стороны стояли два сотрудника милиции. Гражданин Якобсен использовал их для облегчения прохождения таможенного контроля. Я предложил ему открыть один из чемоданов. Три чемодана, из которых стали вываливаться рукописи Хлебникова и Маяковского и кого угодно. А он сам стал говорить, что это его родственники Маяковские и Хлебников. Я вскрыл одну из папок, вытащил оттуда листики исписанные. Было похоже, что это письма какие-то. Ну и сам принял решение, чтобы переместить этот багаж вместе с пассажиром в отдельную комнату для более детального досмотра. Там мы уже начали составлять протоколы о контрабанде. Первая экспертиза оценила все это 38 тысяч долларов там с чем-то. Сменный замначальника таможни Мазов настоял на проведение повторной экспертизы. Приехали специалисты из Ленинской библиотеки. И спустя две недели сумма оценки уже составила более 2 миллионов 400 тысяч долларов США на то время. Но все смотрят счастливыми и бессмертными. Когда я впервые увидела архив Николая Ивановича Харджиева, мое сердце архивиста просто содрогнулось. Это были такие связки, перетянутые сверху, опечатанные. Мне пришлось оценить историческую ценность этой части архива. Даже в голову не могло прийти, что там есть, например, неопубликованные записные книжки Хлебникова, статья Малевича об импрессионизме. Ну и массу, массу всего другого. Это в голову не могло прийти. По итогам, в конце марта был издан приказ о поощрении. А спустя некоторое время, в апреле 1994 года, нас убрали отсюда. Мягко сказать. Материалы, которые попали с таможни Шереметьево, тогда в РГАЛИ, они по воле Николая Ивановича были закрыты на 25 лет, а именно до 2019 года. Харджиев, для всех людей, кто интересуется и занимается русским вангардом, являлся легендой. Человек, который всех знал, со всеми был знаком. Человек, который написал лучшие статьи о русском вангарде еще до войны. О нем ходили легенды и ходили легенды о его коллекции, которую мало кто видел. Он себя ощущал человеком, в котором сосредоточились в какой-то определенный момент все традиции авангарда. И вот эта идея, что он единственный, кто может это сохранить, была главнейшая идея его жизни. Неудивительно, что я весь в пыли и поперечный. Пора понять, что моя работа нужна не мне, понимаете, и не вам лично, а она нужна просто русской литературе, вероятно, как я подозреваю. Так вот, никто с этим не считается. Это просто курьез, недомыслие просто. Архив Николай Иванович Харджиев представляет собой коллекционную ценность, поэтому он хранится отдельно, не в коробках, а вот в таких металлических шкафах, которые закрываются на ключ и опечатываются печатью. Архив Харджиева, он состоит из нескольких частей. Это, собственно, как бы документы Николая Ивановича, его переписка, его исследования, материалы Мандельштама и Ахматова и многих других писателей, не только художественного авангарда, но и других очень важных авторов. А другая существенная часть – это художественная коллекция. Вот всегда, когда говоришь о Харджиеве, напрашивается сравнение с Костаке. Это два антипода. Костаке показывал свою коллекцию всем, кто хотел ее увидеть. А Харджиев был закрыт. От всех абсолютно. Ну и судьба этих коллекций совершенно разная. Что у него было, мы узнали только после того, как все это оказалось на Западе и еще в каких-то уже частных зарубежных собраниях. Более ста рисунков Малевича у него было. А почему мы это знаем? Потому что в фонде Харджиева-Чага в Амстердаме теперь есть более ста рисунков Малевича. Мы будем смотреть на очень лучшую часть Харджиевской коллекции, это Малевич. Когда он все собирал в 30-е, 40-е, 50-е годы, когда вообще весь Авангард был под запретом, собирались on, Собирать такие материалы, конечно, было опасно, потому что могло бы кончиться и тюрьмой, и лагерем, и так далее. Но вот тем не менее страсть Николая Ивановича была такой сильной, что она, я думаю, преодолевала все его страхи. И он, эти страхи преодолев, продолжал собирать, собирать и собирать. К сожалению, козырные карты его коллекции – это живопись Малевича и работа Розановой, и Гончаровой – все это было у него украли. Что же осталось? Переход в Голубое… Первая встреча с «Авангардом» у него произошла в детстве. Его отец был управляющим имением Оскания Ново, а рядом было имение Бурлюков, куда приезжали авангардисты – Гончарова, Лорионов. Когда один художник, который жил у моих родителей, так как он был знаком с Хлебниковым из Крученых, он мне подарил, я был еще совсем мальчиком, он мне подарил игру Адусу и страсти на царе Гончаровой. И я был в каком-то смысле травмирован на три книги, говорю, понимаете, вот этим новым искусством. Николай Иванович родился в Каховке в 1903 году. Семья Николая Ивановича – отец армянин, обрусевший, мама гречанка, а детей вот четверо. Это была такая очень богатая семья. Значит, огромный дом, огромный сад. Была очень светская и такая зажиточная жизнь. Все сразу стало другим после революции. Коля бы уехал в Одессу, работал, преподавал. Это описано даже у Паустовского. У него в повести «Черное море» есть такой герой – Харито. Он явно послужил прототипом. Грек Харито был черен и подозрительен. Это вот характеристика Николая Ивановича. В Одессе он был знаком с Багрицким и Олешей, с таким кругом молодых писателей, поэтов, литературоведов. И, в общем-то, его карьера там началась, собственно говоря. Харито приехал в Москву в 1927 году. Вскоре он подружился с такими уже известными литературоведами – молодыми. Тренин, его впоследствии соавтор, и Теодор Гриц. И они были связаны с группой «Нового Лефа» и считались учениками Шкловского. В 1934 году, уже будучи молодыми исследователями, отвлеклись от него. Вот поразительный документ, написанный группой бывших учеников Шкловского. «Дорогой Виктор Борисович, о футуризме вы забыли. Вас интересует простота, реализм и творчество Паустовского. За всем прощайте. Помните о больших черных крысах. С Малевичем и Хлебниковым вам разговаривать не о чем». Вот фотография, где изображен Малевич, Харджиев, Гриц и Тренин. 1933 год, а вот эту фотографию Харджиев публиковал, именно вот эту он любил, где не было ни Грица, ни Тренина. А был он и Малевич, напрямую. Потом он в эти же годы познакомился с Матюшиным. И это тоже было важное знакомство для Николая Ивановича, потому что он много чего от Матюшина узнал. И в начале 30-х годов он уже вот вошел в самый центр авангардного круга. И именно по просьбе Харджиева Малевич стал писать воспоминания. Кто ему наиболее близок из поэтов был Малевичу? Он, конечно, Крученых и больше. Крученых, да? Он говорил, что беспредметник и заумник. Мы 40 лет дружили и вообще страшно ссорились, но не могли бы остаться они как друг с другом вообще. Очень дружили. И у них была такая переписка в виде шутливых стихотворений. И Харджиев подписывался псевдонимом Феофан Бука. Крученых тоже был собиратель русского авангарда. Там сила без насилий, и бунтовщики воюют солнцем. Русские футуристы сначала надеялись, что вот они будут певцами нового режима. Вот у меня там эскиз плаката Малевича, где он явно пытается сочинить советский герб. Серп, молот. И в начале еще коса была. Тех этих людей привлекала возможность социального преобразования мира. Ну, это другое. Это все не состоялось. Футуризм в быту. Но это же утопия была вообще, понимаете? Организовать жизнь по законам искусства это вряд ли вообще. Он был не описателем и не хранителем. Он был абсолютно полноценным участником всего этого процесса. При этом невероятно дотошным и очень скрупулезным. Он еще в 30-х годах вместе с грицами тренингом написали большую заявку о том, что они готовят историю русского футуризма и персональные монографии, посвященные Бурлюку, Каменскому, Малевичу и другим. Когда мы начали заниматься над историей футуризма, Бритти Маяковский предложили нам взять все, что нам нужно для работы. Но все-таки договор на историю русского футуризма не заключили. Опоздали немножко. Это был уже примерно именно год 30-й. Уже начинается с 32-го года. Ничего было нельзя напечатать. Ну, кроме статьи Маяковского. Самое удивительное, что ему удалось издать в 40-м году каким-то странным образом книжку вместе с грицем, посвященную Хребникову. Это величайший случай. Она не должна была выйти, по идее. С 26-го по 56-й год, 30 лет, по сути дела, он был хранителем очень вредного актива. Токсичного, я бы сказала. Он прожил жизнь советского внутреннего диссидента. Он не доверял советской власти. Советская власть не слишком доверяла ему. Но вступать в какие-то отношения они не хотели. Все, что не выходило в публичное пространство, КГБ не очень интересовало. Само по себе хранение бывало опасным. Художники сами. Многие просто уничтожали собственные вещи. И поэтому основным типом коллекционирования Николая Ивановича было просто объяснение родственникам умерших художников, что хранить их вещи для вас опасно. А вот я все сохраню. Я напишу их художники. А вред ли семьи тех художников обладали бы такой стойкостью, которой обладал Николай Иванович? Николая Ивановича мобилизовали в ополчении. И он очень красочно рассказывал, что их пригнали в какую-то деревню, какие-то стояли, как он выразился, помню до сих пор, палачины и избы. И, в общем, как-то им дали понять, идите вы, ребята, куда хотите, кормить вас нечем, никто не будет, идите. И, в общем, он вернулся в Москву и уехал в эвакуацию в Алма-Ату. Там он работал в кино. Но где в это время хранилась коллекция Николая Ивановича, я думаю, что не знает никто, кроме него самого. Вряд ли он брал с собой все эти документы и картины. Скорее всего, они где-то были спрятаны. Но где это – это его тайна, которая, думаю, ушла вместе с ним в могилу. Вот это вот хранение 30-летнее, оно, конечно, привело к подозрительности. Не могло не привести. Он очень аккуратно допускал к себе людей. К нему можно было прийти только по рекомендации. И трудно было с ним познакомиться, потому что к нему так со стороны не подъедешь. Он был безумно неприветлив, недоверчив. Ну, он же считал, что каждому что-то от него нужно. Ну, понимаете, я без помощи телефона, я сам подхожу. Ну, так что деваться некуда. Вам надо менять голос на женский. А, это по методу Багрицкого, который говорил разными голосами. Это он говорил. Ну, я не могу, понимаете, это мне так не свойственно. Вот справочник Союза писателей 76-го года. Николай Иванович с 40-го года, он был членом Союза писателей. И вот его телефон 202-71-88. Смотрите, что делаю. Нет спасения. Да. По этому телефону я ему неоднократно звонил. И разговоры были очень краткие и лаконичные. У меня отнимать стали много времени. И поэтому я сам как-то не справляюсь своей работой. Людям хочется там о чем-то показать мне, поговорить и так далее. Молодые филологи, отпугивать их тоже нет оснований. Николай Иванович, конечно, был феноменально ревнив ко всем, кто занимался Хлебниковым прежде всего, ну и вообще русским авангардом. Главный враг был Степка Николай Степанов, который издал первое и очень плохое пятитонное издание Хлебниковой. Из современников, ну, конечно, парнис. Я должен отдать должное парнису, который на это не обижался, делал свое дело, а сейчас много делает для памяти Харджиева. Я был заочным учеником Николая Ивановичем, для тщательнейшим образом, что делал его работы. Я ему рассказал, что я нашел неизвестные тексты Хлебниковой. И это его больше всего оскорбило. И именно потому, что я шел по его съедам, я кое-что сделал, он меня больше всего поэтому ненавидел. И называл мельзопакосный парнис. Это была интересная личность, очень такая противоречивая, сложная. В одних воспоминаниях говорится, какой он был отзывчивый, милый человек, а в других воспоминаниях мы знаем совершенно противоположного человека, закрытого, мрачного. Вот такие вот полюсы абсолютные. Он пригласил меня к себе. У него было старое кожаное кресло с продавленным сиденьем. Он направил лампу прямо мне в лицо и посадил в это кресло. Я куда-то вниз провалился. И он сверху на меня смотрит и задает какие-то вопросы. Но начал он с фантастической фразой. Вчера у меня тоже был молодой человек, а теперь вот лупа исчезла. Был кабинет, где он принимал гостей. И где на стенах висели иногда меняющиеся, совершенно жалких, чудовищных каких-то рамках. Просто шедевры иногда без рам, как «Красный квадрат» Малевича, который Малевич ему сам подарил. И он всегда висел над дверью у Николая Ивановича. «Красный квадрат» висел вот на этом месте, на этой стенке. Это именно та квартира, в которой много лет назад жил Николай Иванович Харджиев. Теперь в этой квартире с 80-го года живем мы. Это именно та комната, в которой Харджиев встречал гостей. Соседнюю комнату он обычно держал закрытой. И там он хранил все свои сокровища. Николай Иванович никого в квартиру не пускал. Квартира была в таком состоянии, что это, конечно, было что-то страшное. Но каждый человек имеет право на тот мир, в котором он живет. Сосед довольно известный историк. Всегда рассказывал, как Харджиев приходил к нему в гости. Они сидели на кухне, курили, попивали коньячок и вели долгие беседы. Вот это тоже небольшая комнатка, и именно здесь хранились его сокровища. Насколько была высокая репутация Харджиева как знатока Аватгарда, что к нему даже из-за рубежа присылали фотографии каких-то произведений искусства, картин, для того, чтобы он определил, подлинные они или нет. И ему присылали такую вот репродукцию. Это должно было продаваться как произведение Орионова и Гончарова. И Харджиев написал «Бездарная фальшивка», НХ. Он считал, что в русском авангарде и модернизме есть три важных художника. Ларионов, Малевич и Татлин, с которого связывала большая дружба. Он очень тонко знал творчество Татлина. Когда была первая выставка, там была одна очень спорная вещь – голубой контррельеф. Ну, Николай Иванович сразу возмутился – это ужасная подделка. Понимаете, Татлин голубого цвета никогда бы в контррельефе не использовал. Это каталог выставки Лисицкого. И тут, Николай Иванович, всякие заметки. Например, тут репродукции пронов Лисицкого, которые напечатаны, наоборот, снизу вверх. Он написал «Ни сверх, ни сверх». И всякие замечания его по поводу всяких людей, которые он считает идиотами, пишут, значит, эскиз обложки, он пишет титульный лист. То есть, Николай Иванович начинал всё и за всё отвечал. Его, конечно, страшно раздражало делиционство искусствоведов, которые ничего об этом не знали и начинали писать. Они иногда имели нагло звонить ко мне в телефон и спрашивать у меня, как бы все гряды, какие-нибудь сведения. Почему я был разговаривать с неизвестными мне и неуважаемыми мною людьми? Потому что они такие же. Хаджев был очень противоречивая личность и дико арогантный, и дико сумолюбивый. Он сидел на этих фантастических знаниях, но для него сама возможность, что кто-то это донесёт до мира, а не он, для него это было невозможно. Лучше пусть это с ним погибнет, чем кто-то, а не он это всё расскажет миру. Так не скажете ничего? Нет, сейчас не расскажу, это долго. А когда же это будет? Не знаю, Варваровна. Может, тебя умрут, когда никогда не будет вообще. Ну а зачем умирать? Лучше расскажите и живите. Да, нет. Как будет, так и будет. Вспомните этот прекрасный момент мемуара Герштейн, когда она поинтересовалась Николая Ивановича, когда же он напишет свои мемуары. Да, и Николай Иванович сквозь прищуренные глаза скрутил две фиди и сунул ей в нос. Я ненавижу воспоминания. Самое ужасное – это литературные мемуары. Особенно те, которые через 40 лет пишут за них. Через 40 лет секунданты Мартынова выдавали себя за секунданту Вермонтова. Это письмо Харджиева художнику Василию Ермилову, другу Хлебникова. Он просил его написать воспоминания. Хотя сам он всегда утверждал, что все мемуарысты врут. Так что все его заверения всегда нужно делить ровно на 50. К нему ходили абсолютно все, кто смог сохранять с ним отношения. Он всем щедро рассказывал обо всем, что он мог рассказать. Уже в поздние годы вот той же Голубкиной Врубель Ирине удалось его разговорить для большого интервью. Это интервью отличается от многих интервью, потому что это не рассказ о прошлом. Это в основном разговоры о искусстве. Искусство 20-х годов такой же миф, как Союза Средневного века. Это было искусство дореволюционное. Все течения были уже созданы. Даже супрематизм был в 15-м году создан. Так что это просто выдумка. Потом я у него спрашивала про современных художников. Да, говорит, у них есть замечательные работы и все, но это, говорит, уже не тот уровень, как первый авангард. Я думаю, что он в большой мере оставался в мире близком ему, русского и мирового авангарда. Его совершенно не интересовало искусство современное. Он издал основополагающую книгу, которая называлась «К истории русского авангарда». Она вышла в 76-м году в Швеции. И это был труд, который еще на долгие десятилетия остался одним из главных источников по истории русского авангарда. Тогда мало кто с границей публиковался. Это тоже было чревато. Самая большая заслуга его в том, в то время была, он делал первые авангардные выставки в 60-х годах в музее Маяковского на Таганке, в Гендринском переулке. Чтобы организовать выставку, нужно было специальное разрешение отдела культуры, то ли горкома, то ли исполкома. Но выставки он делал хитро. Маяковский был паровозом. И только благодаря этому что-то можно было показать. Да, это был риск. И это искусство было под запретом. И последнюю выставку уже закрыли со скандалом. Пришла комиссия ЗМК, меня чуть не арестовали. Это, конечно, героическая была деятельность, хотя выставки были однодневные. Но, тем не менее, Николай Иванович показывал, и люди приходили. Это была очень важная вещь. Мы встретились с Николаем Ивановичем в музее Маяковского. Он брал работу из Третьяковки, и мы помогали ему. Мы помогали вежде. И Николай Иванович рассказывал о том, что в Третьяковке и везде собирались уничтожать работы футуристов. И он договорился, что их распределят по провинциальным музеям. Николай Иванович чувствовал себя наследником этой эпохи. Считал, что на нем и функция спасения всего этого. Не больше, не меньше. Вот несколько каталогов его выставок 60-х годов, которые он устраивал в музее Маяковского на Траганке. Гр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Слегка музей Маяковского, которому он продавал все-таки вещи, знали, что это не так. Ему это было слегка неудобно. И он однажды только мне сказал, что я помогаю своему племяннику. Он был искусствовед, собиратель, но не коллекционер, который относился к тому, что у него находилось, как некой материальной ценностью. Интересна еще тема, как Николай Иванович работал над источниками архивными. И он мог кое-что править в этих материалах в угоду своей собственной точки зрения. В переписке Николая Ивановича есть фраза, вот только что закончил воспоминания Жегина, очи Крыгине, сурово их отредактировал. Как вообще можно редактировать воспоминания человека, которого уже нет? Он считал эти воспоминания своей собственностью и мог распоряжаться ими как угодно. Ну, мы знаем особенности Николая Ивановича, который мог даже внести свою правку в документ, изъять изображение фотографий или свой образ туда вмонтировать любым способом. То есть он относился к этому как к какому-то живому материалу. Майор Микторович дал для работы Николаю Ивановичу рукописи Хлебникова. Харджиев долго их не отдавал. К нему пришел май, и он, передавая ему рукописи, один документ взял, а это не должно существовать, и присутствие Майя порвал его. Поразительно. Но факт, который я сам слыхал от Майя Петровича Митурича. Злым гением Хлебникова Митурича. Познаком с ним два месяца всего. Да. И за два месяца он так нагадил. Вот это только я не знаю, что это такое. Кроме меня никто не узнает. Он был очень ревнив, но я Хлебниковым почти не занимался, поэтому никакой конкуренции не было и быть не могло. Абериутов он любил, но он ими не занимался специально, которыми я очень много занимался. Николай Иванович дружил с Веденским и Хармсом. У него даже сохранилось несколько рукописей, которых не было в основном архиве. Хармс нарисовал такую штучку. Называется «Билет номер один». Это подлинно выдано мной Николаю Ивановичу Харджеву во вторник, 18 июля 1938 года. Даниил Хармс. Равновесие с небольшой погрешностью и первая категория. Вот. Он подарил ему свое Евангелие. Хармс. Я не работал с ним, просто дружил, жил у него многократно. Вообще мы были очень близки. Да. Вот это был самый замечательный из всех людей, которых я знал. Переход черный. Николай Иванович получил от Надежды Яковлевны Мандельштам, с которой у него были нежнейшие отношения, много автографов. И когда надо было уже издавать первый сборник стихотворений Мандельштама, Харджев довольно долго тянулся этим, потому что он настаивал на своих вариантах и спорил с Надеждой Яковлевной. Ну, а вас так хорошо писала жена Мандельштама. Нет, уж, ради бога, вы меня не ловите на эту паршивую удочку, пожалуйста. Не буду говорить вообще. Ну, скажите... Мандельштам вышел и гораздо лично. Тошла книжка, которая 15 лет лежала в издательстве. Вот, вот, всяких злоключений, усилий. Была целая история с Надеждой Яковлевной Мандельштамом. Он ее после ссоры называл Иуда Яковлевна, потому что он считал, что она его предала. Она его обвинила в краже или уничтожении каких-то рукописей Мандельштама, что совершенно нелепо. То, что Надежда Яковлевна обвиняет его в том, что он иногда уничтожал рукописи, это, как ни странно, правда. То, что с ним сделала Надежда Яковлевна, это преступление. Он ничего у нее не брал. Но Надежда Яковлевна хотела быть прямой балериной. Он не хотел выносить всю эту грязь наружу. Это был один из самых серьезных ударов для Николая Ивановича. Ну, Харджаеву поздние годы постигла серия катастроф. Первая крупная катастрофа – это история с Бенгтом Янгфельдом, шведским словистом и авантюристом, которому он дал несколько картин Малевича, и которых, как я думаю, просто элементарно украл. Вообще у Николая Ивановича была такая… Он был человек подозрительный. Но при этом он доверял людям, которым меньше всего можно было доверять, и не доверял людям действительно близким. Всякое говно, которое приблизалось к Николаю Ивановичу, хотело его ограбить. И маленькое количество приличных людей его спасало. Это такая судьба тяжелых ударов. Главным делом его жизни было, например, расшифровать записи Хлебникова, найти все связи, все эти его пророчества сформулировать. И из этого опять ничего не получалось. Была попытка дать ключ его вещам, и правильно тексты опубликовать. И вообще мне хотелось бы всего Хлебникова издать. Тот материал, который я потом собрал, можно заполнить тоже новый том неизданил Хлебникова. Николай Иванович не умел пробиваться. Он считал, что все должны понимать, кто он такой и его заслуги. А этого никто не хотел понимать. Мир был совершенно чужой ему. Николай Иванович был посторонний. Ему удавалось только изредка печатать маленькие статьи. И он начал понимать, что вот теперь многого, что он мог бы сделать лучше всех, он уже никогда не сделает. Николай Иванович в молодости влюблялся. Причем как вот он не доверял тем, кому можно доверять, так вот и здесь. Серафима Густавовна Нарбут. Она была одной из сестер срок. В 1937 году арестовали Нарбута. И кто-то ей посоветовал фиктивно выйти замуж и таким образом скрыться от всевидящего ока. И она договорилась с Николаем Ивановичем. Они расписались, но Виктор Борисович Шкловский отбил ее у Николая Ивановича. И Харджиев это простить не мог. С Чагой это был какой-то союз тоже странный. Они разошлись надолго. Она его, конечно, любила. Она ему звонила, он отвечал с раздражением. Он ее отваживал. Но когда он слег с инфарктом, то она переселилась к нему, его выходила. И с тех пор они уже не расставались. Я наблюдал какое-то совершенно несвойственное ему какое-то лирическое к ней отношение. Вообще, Лидия Васильевна была очень неплохой художником. Человек, она была очень сложной, необычной. Свято верившая, что Николай Иванович вещает истину в последней станции, что он абсолютный гений. Они были всегда на вон. Я думаю, она даже не могла зайти без стука. Он был абсолютным диктатором, таким императором в доме. Лидия Васильевна поставила очень серьезный блок в его общении с родственниками. Они ждут твоей смерти, они хотят только наследства, больше им ничего от тебя не надо. Когда умерла тетя Лена, сняла трубку Чага, ей сказали, что умерла Елена Ивановна, сестра, на что Чага ответила, у него нет никакой сестры. И повесила трубку. У него был такой лютый характер. И она говорила, я еще злее Николая Ивановича. Она могла бросить трубку и не подпустить Николая Ивановича, и говорить, что он спит, что он болен. Она делала все, что она хотела. И фактически артирест организовала она. Обвиняют все время Лидию Васильевну, что она такая, что она всякая. И Лидия Васильевна делала все, что хотел Николай Иванович. Они были преданы друг другу. Мы чувствовали, что они в полном одиночестве, в этой маленькой квартире, наполненной сокровищами. Когда русское искусство начало стоить по-настоящему денег, они чувствовали постоянную опасность. И они решили уехать. У меня же вовчарки не верят. Что будет цепи? Мы оба мочаем. Николай Иванович, я поговорю. Я не знаю, какие будут результаты. Поговорите, в принципе, поговорите. Мы уже, к сожалению, меня уже вытаскивать поздно, по-моему. Лидия Васильевна, если может быть, как-то. Поговорили только все, объяснив, как ли. Какому лиги, возраст. И катастрофу, что десятки акул ждут моей смерти. И первая их идея была переехать в Иерусалим, чтобы им дали квартиру и все такое. И мы начали предпринимать какие-то усилия. Мы говорили с директорами музея и все. Но никто на себя эту ответственность взять. А мы не те люди. И он пытался же уехать и в Швецию, и много лет назад. Это, так сказать, взрело в нем давно. И вот созрело это все, когда ему было уже за 90. Он же ведь был не выездным. И ни разу не был за границей. У него было ощущение, что именно там он получит вот ту свободу и возможность написать историю русского авангарда в таких комфортных, безопасных условиях, которые как раз были предложены тогда голландской стороной. Он бы, я думаю, уже в это время сам никуда не собрался, но она безумно боялась, что вот просто их убьют, зарежут, ограбят. Что и произошло, к сожалению, в Амстердаме. Они меня попросили, не могли бы вы послать из Германии письмо одному нашему знакомому в Голландию. И как я потом понял, это было ключевое письмо, в котором они просили этого профессора из Голландии помочь там с выездом, что они согласны. В какой-то момент Чака начала выставлять всех друзей, потому что отъезд должен был в ее представлении происходить в глубокой тайне. И доверилась она людям ненадежным, которые свели его с Муржинской. Но к Муржинской архив мало интересовал, поэтому если картина она вывезла надежным путем, то для архива она вот наняла случайного человека. Сарча-саранча-ник-пить-пить-ник. Нам в России, а тем более нам, прошедшим почти всю жизнь под совком, почти невозможно объяснить менталитет. Людей, которые живут на Западе, знают все строгие законы и прекрасно их обходят. Муржинская приложила максимум усилий для того, чтобы помочь вывести эти работы. Она это сделала, появляясь там неоднократно и просто прихватывая с собой под мышку несколько шедевров. Но старику уже ничего не светило в этой жизни. Он не понимал, насколько мир в галерейном бизнесе жесток. Это один из самых жестоких миров, которые есть. По объему кошмаров, которые тарят, это, ну не знаю, наркотики, проституция и антикварный рынок. Я, Кристина Пшер, по приезде господина Харджиева и его жены Чага в Амстердам, обязуюсь для их материального обеспечения выдать чек в сумме 2,5 миллиона долларов. Дмужинска платила им 2,5 миллиона долларов за шесткарстин Малевича. Это было для нее дешевко, конечно. Идут слухи, что она подкупила высоких чиновников в Москве, чтобы вообще вывезти коллекции и урегулировать контрабанду в Голландии. Почему Николай Иванович хотел ехать в Амстердам? Из-за штатных музеев, из-за коллекции Малевича. Это совершенно потрясающая история. Советский человек думал, что на Западе рай. И советский человек ждал, что Запад их спасет. И Николай Иванович каким-то образом оказался тоже советским человеком. Я буду ездить по всем векам, хоть потерял две корзины, пока не найду себе места. этот Запад для него был абсолютный мифологем. Он рвался в мир. Когда он приехал в Голландию, он живет в гостинице Хилтон вместе с Чагой, не понимая абсолютно ничего. Он случайно включил телевизор и попал на порноканал, что очень сильно его подрястся. располученный от Мороженской денег купили дом. Чага каким-то русским знакомым скажет, что она бы хотела обязательно найти служанку-негритянку. Она говорит, ну вы видели вот эти все картины 17 века, вот там всегда служанки-негритянки. Вот так, используя представление 17 века, они туда и приехали. Я как-то говорю, Лидия Васильевна, ну что, вы считаете, что вы все-таки правильно сделали, что уехали? Это было для нас нечто вроде побега из тюрьмы. Она говорит, все-таки своя страна и какие-то знакомые. Какие знакомые? Какие друзья? Мы всех боялись. Но когда они приехали в Голландию, то они тоже всех боялись. Ведь в этом смысле ничего не изменилось. Только они потеряли, ко всему прочему, все на свете. Даже какие-то вот там родственные, какие-то возможные связи тоже были обрублены. Каждый день рыдания и слезы. Вдалеке от всех. Всех подозревают. Вокруг них действительно крутились самые разные. Люди, мафия, не мафия, там, пойди, разбери. У каждого был свой интерес. Они не говорили на голландском или на английском языке. Они нуждались в русских мигрантов. Здесь маленький круг существовал. И среди них был некий Борис Абаров. У него не было постоянной работы. Он был актером, но здесь не нашел роли или хорошие места. Он очень обаятельный человек. Он знает литературу. То есть он мог с Чадой общаться на ее уровне. Выяснилось, что у нас несколько знакомых в общем. Она в меня вцепилась двумя руками. Три часа ночи. Звонок телефонный. Алло, где же вы пропали? Здесь Николай Иванович так плачет, а вас все нет и нет. Вы должны скорее прийти. Ну и так далее. Лидия Васильевна не могла без меня обойтись. Причиной безумных слез был тот чемодан, который задержали на таможне. Хоть там нет счастья! Все как бы разлетелось на куски. Одну часть арестовали на таможне в Москве. Рукописи Хлебникова пропали. По словам Харджина, он отдал Вестейну все рукописи Хлебникова и Вестейн их присвоил. А для Харджина это было одним из основных блоков его сокровищ. Он возмущался, когда картине и все искусство не оказалось здесь, в Амстердаме. Поэтому ему стало очень тяжело. Он доверял людям, которые ему говорили, мы это все делаем как надо, ничего не пропадет. и ему сказали, что архив уже находится на западе, и только тогда он согласился как-то ехать. Вот такая была история. Если в России, он, конечно, не бегал в его возрасте, но ходил, он мог себя обслуживать. Там он уже, насколько я понимаю, не мог себя обслуживать. Потеря архива это убило Хаджиеву. Он безумно просто рыдал. Он больше ничего сделать не мог. И он так иногда затихал, а потом опять это возвращалось. Потом опять затихал, а потом опять это возвращалось. I heard from my neighbor that he was I think in pain because she heard crying and shouting and I think Mr. Gardeev had not a nice life when he was very old. I think Mr. Gardeev was like a prison in his own house. Он меня научил тому, что какая страшная вещь старости. Помогите мне встать. Вот давайте мы сейчас подойдем к балкону, и вы мне помогите оттуда упасть. Он поворачивается так, и я смотрю, вот эти вот черные, вот эти вот его, эти греческие глаза, у меня все опускается. Я говорю, Николай Иванович, я не помогу вам умереть. Ни в коем случае. Вы должны еще что-то писать. Трус. И мы пошли обратно к постели. Был призван психиатр, и он говорит, ну послушайте, это не тот человек, который хочет самоубийства, когда он говорит, слушайте, нельзя, я не буду крепкий чай, это вредно для сердца. Я был один из первых, может, посетителей из России, я, может быть, первым, потому что они никого не пускали. Я очень долго с Лидией Васильевной договорился. Поскольку никто до конца не понимал, что вывезли, состав преступления состоял только в одном. Они не задекларировали вывоз, понимаете? Я приходил и говорил, что вот вы нарушили закон, термордыр, там, и пятое, и десятое. Но с самого начала я понимал, они вещи не отдадут, хорошо бы получить архив. Милейший мужик, милейший Миша. Это мой институтский товарищ. Мы с Мишей в блестящих отношениях. Но вот когда он к Лидии Васильевне приезжал, вы встречались? Да, да, встречался. Борис Абаров, он же Петкер. В какой-то момент я узнал, что он вокруг них крутится. В доме я никогда его не видел. Когда я разговаривал с Лидией Васильевной, дважды они были одни в его доме. Когда я начинал объяснять, что они нарушили российское законодательство, там, и так далее, это было такое типичное, ну, как бы, ну, давление, что ли, на нее, да? Юристы и сами законы голландские защищали довольно жестко. Это очень трудный был процесс. После вот наших первоначальных разговоров, та часть архива, которая была задержана в Шереметьево, отписывалась к Харжевым, тому есть документ, в пользу Российской Федерации. Это переписка Николая Ивановича уже с директором РГАЛИ Натальей Борисовны Волковой. Уважаемая Наталья Борисовна, моя трагичная история вам известна. Я принял приглашение заведующим институтом словистики Амстердамского университета Вильяма Виттстейна, который слишком поспешно организовал наш выезд. Вот здесь такой подробный рассказ истории его отъезда. Николай Иванович написал, что он изъявляет желание, чтобы архив поступил в архив литературы и искусства, но с условием закрыть архив на 25 лет. Николай Харжев came up with the idea, together with his wife, actually, to create a foundation which would have a broader cultural meaning. He really had the idea, this must be disclosed to the general public, the importance of the works must be shown to the general public. Каталог они, уезжая из Москвы, сделали, но в Германии там все перемешали. И вот давали это дело атрибутировать. Он подносил почти к самому носу. Он говорил, мне сделали операцию на глазу, но я не помню, на этом глазу или на этом. И он, значит, вот так вот подносил это к носу и понимал, какой это рисунок, какому это году, какому художнику и так далее. И вот это все он очень хорошо помнит. Если бы стало известно, что у него глаукома, и он потерял практически зрение, вся атрибутика этой коллекции пошла бы на смарку. Они бы никогда в жизни не смогли доказать, что это вещи из коллекции Харджио. Глаза лунатиков. Образли чаем, а я не приехал еще и одной стороны. Когда у меня умерла мама, я уезжал в Москву, там, на похороны, я приехал, зашел к ним, к старикам, к Лиде Васильевне. Ну, совершенно неожиданно. Она в каком-то салопе, в каком-то капоре, говорит, пойдемте со мной. Мы поднимаемся к Николаю Ивановичу. Николай Иванович сидит за столом, смотрит на мух. Она говорит, мы с Николаем Ивановичем хотим вам предложить, чтобы вы стали нашим сыном. Хоть стой, хоть падай. Понимаешь? Такая штука. Чага хотела делать завещание. Огромный список людей было, которые ухаживали за супружеской парой. А потом Абаров говорил, что не нужно все эти люди там, что они делают в этом списке. И они переделали еще раз это завещание. И тогда он остался одним, как наследником. Абаров пользовался, я думаю, доверием. Он приобрел одними какую-то силу. Как они это все юридически оформили, я не в курсе. Ну, естественно, Лидия Васильевна всех подозревала в обмане, в каких-то тайных попытках об окрастиях. Я потом уже думал, боже мой, как это меня миновала эта чаша. Ну, потому что я все-таки очень часто удалялся. Вот она меня требовала, а меня все нет. А вот, ну, потом я возникал, и опять, значит, прилив любви и так далее. Она поссорилась со всеми достойными людьми в Амстердаме, кто готов был помогать. Николай Иванович вообще во втором этаже совершенно ни в чем не участвовал из практической жизни. Звонит Лидия Васильевна и говорит, нам очень плохо, приезжайте спасать нас. Мы сели на поезд из Кёльна и приехали в Амстердам. Мы подошли к дому, нам никто не открывает. Мы звонили, а мы знаем уже Николая Ивановича, у него могут быть любые сумасшествия. Это была с нашей стороны глупость. Надо было вызвать полицию и открыть дом. Через некоторое время Лидия Васильевна упала с лестницы. Я пришел к Лидии Васильевне, открыл дверь своим ключом, слышал, что-то в ванной в душе копошится. Я смотрю, там на лестнице какие-то подтеки. Боже мой, кровь! Я к душу открываю красное все. Я говорю, Лидия Васильевна, что случилось? Она говорит, помыться, помыться. Приезжает амбуланс, пошли они к ней. Она умерла, говорят эти самые ребята. Потом пришли какие-то, значит, люди, стали спрашивать, кто может быть виноват в ее смерти. Николай Иванович говорит, я. У меня такой ужасный характер. Очень тяжелый характер был и у нее, и у него. И тем не менее, потом он разговаривал сам с собой. Он все время говорил, девочка моя. Вот. К нему приставали какие-то, ну, друзья из Москвы. Один из них стал шантажировать Абарова, что Абаров убил Чагу. Полиция здесь этим еще занимался, но не нашел для этого какого-то основания. Я помню, что я ему еще тоже помогал с частным детективом, Борису, потому что они вот тут начали угрожать. Вдоль в наследство хотели войти, да. Что, мама, мы тоже русские, и мы имеем право, да. Все это собрание, так называемое, оно было совершенно беззащитным. Мы подумали, что после того, что произошло, будет обвал всяческих покушений просто. Нужно было делать фонда. И мы его через день сделали. Вся экономическая часть была на бирже. И фон получился таким, как он получился. Абаров создал его с абсолютным, но уже сертифицированным голландским жуликом. Я помню, это был такой вот quintessential Dutch, такой голландский хитрован. Но есть такая просто типология в этом. Искусство, они должны были передать фонду, который должен был управлять сам Харджиев. А если Харджиев умрет, это будет сам Абаров, председатель этого фонда. То есть у Абарова все карты были управлять имуществом и коллекцией, как он захотел. Когда она умерла, там началась безумная катавазия. И это было невыносимо. Николай Иванович ночами не спал. Ну, старик, ну, несчастный. Ну, в слезах. Он перестал ходить и мыться отказался. 24 часа пост я организовал. Это были в основном армянские ребята. У него была возможность как-то доживать свою несчастную старость. Я пешочком добирался вот до этого дома. Вот в эту дверь стучался. Там не открывали ее. Здесь, по-моему, дохранились коллекция Николая Ивановича в мусорных мешках, как мне сказал Боля Абаров. Николай Иванович лежал уже тогда. Он то лежал, то его надо было приподнять, то на бок перевернуть. И это вот была моя, значит, работа. Всю ночь прислуживать Николаю Ивановичу. В зависимости от настроения он мог специально просто не давать спать. Когда у него было хорошее настроение, с ним можно было даже и говорить. Он разговаривал сам с собой часто по ночам. Потом уже просто бредил. А потом он меня перестал просто узнавать и сказал, я к Косте. Он говорит, да, мы все к Косте. Вот дом. Вот комната, где Харджиев лежит в кровати и плачет о том, как у него все украли. Но при этом в какой-то момент мы почему-то сбиваемся на Родченко. И вдруг его глаза загораются. Я бы сказал, таким зеленым и злобным огнем. И умирающий старик. Это обезьяна Малевича. Обезьяна. Быздарный. Быздарный. Ну что делать? Уйду на гостью в 16 век. В кавычки. Сюда. И приезжали из Парижа в Мейлах и Козовой. Поэт и литературовед. И Козовой ему предлагал переехать с ним в Париж. И Козовой делал вместе с Харджиевым новое завещание. Они даже написали бумагу о том, что, так сказать, все предыдущие распоряжения действительно, что единственным его наследником является Козовой. Так видите ли, у Козового летал самолет. И они не позвали нотариуса, чтобы это зафиксировать. У меня каждый шаг в этом доме сопровождался нотариальными актами. Я понимал, что на мне лежит, кроме всего прочего, ответственность за все вот это вот самое собрание. И я имел право в один прекрасный момент что-то запрещать, а что-то разрешать. Там какие-то доброходы рассказывали, что его окружают убийцы всякие. Вот этот вот Вадим, как вот Козовой, он все время ему внушал, что ты тоже вообще забирай. Они тебя, они тебя здесь погубят. И я его, конечно, потом выгнал. И вот мой последний визит к нему в Амстердаме. Не знаю, что они с ним делали и каких таблеток дали ему, но когда я к нему пришел, он уже с трудом говорил. Но успел сказать, какие неприятные люди, вот меня окружают, и чисто харджиевская фраза. Чем больше они стараются понравиться, тем они неприятнее. Обратите внимание, что проблема, так сказать, раздела какого-то наследства, каких-то денег, а там еще кровь, там, значит, воровство. Вот такой ажиотаж. Если бы знал, во что это влиться, конечно, бы я отпрыгнул с самого начала. Но не в этом же дел. Я не мог этих прирученных мною людей, этих несчастных, как-то бросить. Мне бы Бог не простил. Но вот он умер. Я выдохнул. Вот у него были эти сидельцы. И там мальчик его любимый, он заболел. Пришел его папа. Я присижу вместо него. И там был этот папа наверху, к нему спиной на кресле сидел Николай Иванович, прикрытый пледом. Раздался голос. Послушайте, он, по-моему, умер. Вы бежали наверх. Он умер. Все. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Похороны Харджиева, они были какие-то светлые. День был светлый, конец эпохи. Мы прощались с Харджиевым. Мы не знали тогда, что в кустах, по всему периметру находились частные детективы. Вокруг полные казаки-разбойники. Из Министерства культуры Российской Федерации, из далекого Кёльна, и Привы, и Абара. Пограбили коллекции после смерти Николая Ивановича Харджиева люди, которые были исполнителями его завещания. Нотариев Привей был мошенник, жулик, который в этом деле вместе с Абаром играл свою игру. Питник, пить, пить, ник. На следующий день после смерти Николая Ивановича, когда я получил, что называется, корону, я эту корону тут же передал привет. После этого практически я ничего общего с этим фондом не имел. Они договорились между собой. Есть бесценные коллекции, которые неизвестны никому. Там не были наследники, кроме Абарова. Там не было надзора. То есть эта коллекция лежала, чтобы ограбить. И нашлись люди, которые с удовольствием этим занимались. Они уже начинали торговаться. С Гмужинской еще какие-то кандидаты. Они продавали 55 работ из коллекции за 30 миллионов гульдинов. Тогда еще это сейчас 13 миллионов евро. Я с Гмужинской ни разу никогда, ни то что никаких дел не имел. Я даже ее не видел никогда. Единственное, что я могу сказать, что я договаривался с Майклом Виве, что я получаю отступные деньги, не имеющие отношения к этой сумме абсолютно. И он мне то, что было положено, отдал. А я распределил между теми, которыми было положено распределить. Мне какая-то часть осталась. Поверьте мне, если бы я не занимался Харджиевым, а занимался своей работой, своими контрактами, я бы получил больше. Фонд был создан для того, чтобы легализовать продажу имущества. Собственно, это была чистая афера, которую голландские институты вполне могли расследовать. Но они не захотели этого делать. И фонд продолжает свое существование по сей день. Потом голландские институты стояли перед вопросом, как бы избежать совсем уж громокикащего скандала и тихенько решить эту ситуацию. Что и было решено, в принципе, путем национализации этого фонда. По тому, как он функционирует, я не очень в курсе. Как развивался Майкл Приве, я не знаю. Я знаю, что у него были какие-то проблемы с правом. Знаю. Господин Бюсс собирался давно уезжать во Францию. Он там живет. Я в скором времени уехал из Амстердама, я жил в Кембридже. С тех пор, как я уехал отсюда, я с этим просто не имел никаких дел. Мои расследования имели хорошие последствия, потому что распродажа и ограбление коллекции было остановлено. Фонд был вырван из рук мошенников, и коллекция была сохранена и передана в Стейлик музею. Мы находимся в Стейлик музею. Там около 20 пакетов в Каджеве коллекции. И там несколько красивых малевиков, как из-за портрета его рода, очень старый. Еще один малевик, 1905, impressionистик. Это портрет Моргонов, наверное, не закончился. Это мой любимый, из 1913. Кубо-футуристик, который называется «Пиано». Матюшин, self-портрет. А few other матюшин, с оптическими эффектами. И он пленит, луминистик Гончарова. Голубий, который называется «Рионистик Си». Это пейтинг Матюшин Креген, который был не знаменим в стране в Европе. В основном, это для того, чтобы обеспечить интересы, но я думаю, что это не найдено где-то, оно будет действительно открыт для публики. И это очень активно, что в Стеделых музеуме, в Амстердаме в том, что это очень активно, это очень активно, за внимание на Каджевскую коллекцию. Продолжение следует... Продолжение следует... Тяжела была сама история, и тот шлейф информационный, и скандальный, и криминальный, он не способствовал контактам между российской и голландской стороной. Пришли новые люди, и вот эти возможности появились. Это была вообще-то мечта Николая Ивановича о том, чтобы все-таки архив был сосредоточен в одном месте. Я пришел к Татьяне Михайловне с идеей, что нужно издавать сборники. И более того, можно даже сделать выставку. Идею этой выставки я тоже придумал. Можно собрать этих же художников, эти же имена, но забрать из частной коллекции. Переход в голубое... В Одессе, на международной конференции, посвященной столетию Николая Ивановича Хаджева. Я встретилась с представителями хода Хаджева и познакомила нас Александр Евгеньевич Парнис. И именно там, в этот день, прозвучали первый раз слова о том, чтобы архив, который хранится во Встердаме, в Ставерик-музее, вернулся в Россию. Спасибо. Это совершение той истории, которая началась 25 лет почти назад. Для меня лично. И я счастлив, что в архиве оказался в Москве. Я считаю, что это уникальное событие, потому что впервые коллекция Хаджева показана широкому зрителю. Ни по каким рассказам нельзя было представить себе богатство архива, которое мы увидели. Много всего в голове, ничего, пока не укладывается. Николай Иванович мой дядя. Меня назвали Николаем в честь Николая Ивановича. Хаджев, человек противоречивый, человек сложный, человек неадекватный, необъективный. И вместе с тем, без таких людей не двигалось бы искусство. Министерство культуры, когда я туда пришел, начало 93-го года, никаких законов-то не было толку. Никаких законов о частных коллекциях. Никто не хотел по этому поводу взводить уголовное дело, потому что, ну, не до этого было. Была статья в Уголовном кодексе, предусматривающая ответственность за контрабанду культурных, художественных, исторических, архивных ценностей. Меня вызывали на запрос в следственное управление ФСБ. Запрашивали по этому делу. Но в течение времени все это забылось. В последнем интервью Николая Ивановича он называет их шайкой. Мне даже не очень важно, из каких конкретно личностей эта шайка состоит. При этом им было совершенно все равно, что это не коллекция, а дело жизни. Просто старый, слепой дед, которого надо ограбить. Вот они его ограбили. Я думаю, что им воздастся. Случилось так, что в какой-то момент я в качестве эксперта Министерства культуры попал в Амстердам, и меня поразили личные вещи Харжева, потому что в этих ящиках с архивом Харжева хранились, помимо архивных материалов, бесценных абсолютно, там, тапочки его, какие-то старые грампластинки, какая-то лампа настольная, книжки такие, которые он читал явно, вот читанные книжки. И вдруг я прямо так ощутил физически вот эту трагедию, которая с этим человеком произошла. Как он вдруг всю свою жизнь вот так поменял, как-то он ее сам уничтожил, вот своими собственными руками. КОНЕЦ Довольно скоро я буду ездить по всем векам, я был в тридцать пятом. Там сила без насилий, и бунтовщики воюют солнцем. Хоть там нет счастья, но все смотрят счастливыми и бессмертными. Неудивительно, что я весь в пыли и поперечный призрачное царство. Субтитры сделал DimaTorzok